Всем привет! У нас сегодня Lamborghini Huracan Performante. Про этот автомобиль долго не буду рассказывать, просто посмотрим немножко салон и заведем его. Это, собственно, будет самое интересное. Напомню вам то, что до недавнего времени Huracan это был самый топовый автомобиль для русских блогеров. Версии Performante это вообще вышка. Но на сегодняшний день, как я понимаю, Rolls-Royce начал давать покататься блогерам свои модели. Поэтому слава Huracan и Lamborghini немножко поувяло. Но я думаю, что все равно это автомобиль актуальный для простых пользователей и для тех, кто интересуется техникой. Хочу сказать прежде всего то, что на современных ламбах очень стали уделять внимание интерьеру. Потому что на старых машинах, реально даже с маленьким пробегом, все как-то было сделано ножом и топором и постоянно отваливалось. Здесь, конечно, такого уже нет. Мне кажется, что в этом случае родство с Vag'ом дало реально положительный результат. Потому что есть красивый итальянский дизайн, плюс есть качество Vag'а. Все вместе получилось реально очень и очень хороший автомобиль, который до мелочей продуман, качеством выполнен. И на этом автомобиле можно реально кататься без какой-то специальной подготовки. Потому что если взять, например, старую ламбу типа Murselago, ну 100%, если вы не владеете предметом, садиться за нее небезопасно. И как показывает практика, очень и очень много на ней было аварий и даже и с печальным концом. Поэтому в данной ситуации это очень и очень хороший автомобиль для обычного пользователя без каких-то навыков спортивного вождения. Но я думаю, что сейчас мы ее заведем и вы все поймете, стоит покупать этот автомобиль или не стоит. Ну давайте послушаем, как все это звучит. Субтитры сделал DimaTorzok